Значит, с первой десятины понятно? Кому принадлежало? Вопрос еще раз. Первая десятина кому принадлежала? Вопрос еще раз. Первая десятина кому принадлежала? Спасибо. Первая десятина кому принадлежала? Хорошо, ладно, давайте по-другому. спасибо большое спасибо большое богу принадлежало так по рисункам догадались даже мы таки говорили же 1 действительно принадлежала кому богу и он отдал ее кому леви колено леви за служение левитом несущим служение в храме очень внимательно следите за словами я стараюсь выражать свои мысли достаточно корректно она была отдана не всем левитом а левитом несущим служение в храме и так обеспечение за священодействие длинный список было отдана священникам несущим служение в храме левитом несущим служение в храме была отдана десятина первая десятина которая принадлежала господу и он ее отдал им это просто дисциплинирует ваше представление относительно того что вы даете богу а не человеку понятно да когда вы считаете что десятина принадлежала левитом то вы даете кому левитом а если вы понимаете что десятина принадлежала богу и он ее отдал левитом тогда у нас про правильный порядок окей и так обеспечение священников было достаточно большим левиты получали десятину первую десятину мы сейчас увидим еще часть обеспечения левитом не несущих служения в храме всех потомков леви не несущих служения в храме расселенных между всеми остальными иудеями у них было тоже специальное обеспечение с одной из их частью мы познакомились это было сколько городов 48 42 города для жития из 6 городов убежищ куда могли убегать убийцы и так понятно да мы говорили о том что левитская десятина или первая десятина если угодно она по размеру безусловно была очень похожа на десятину которую принес авраам мелкий садеку или малки садеку по размеру похоже но по сути одно и тоже нет то десятина была принесена добровольно один раз в одном месте это действительно дана была в общем-то как налог постоянный и обязательно союз который заключил бог или завет который заключил яков с богом посредством обещания давать десятину похож на левитскую десятина нет почему потому что тот завет был добровольным а здесь он дан как данность там неизвестно кому он давал левитов тогда кстати не было еще да когда он собирался давать но и понятно что 10 процентов он конечно мог отделять своему сыну леви еще мог отдельный счет открыть для леви собирать ему на будущее но очевидно он так не делал или мы во всяком случае такого не встречаем и так не стоит отрывать вот как бы десятину рассматривать и отдельно стоит ее смотреть в общем блоке обеспечения и мы сказали что леви первая десятина описана в левитом 27 главе 30 по 33 и в числах 18 глава 21 по 32 стиль теперь мы перейдем к иерусалимской десятине да или вторая десятина первая десятина у нас маша 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 решон вторая масса шини или иерусалимской десятина второзаконник 12 глава с 5 стиха второзаконник 12 глава с 5 стиха но к месту которое изберет господь бог ваш из всех колен ваших чтобы пребывать имени его там обращайтесь и туда приходите и туда приносите всесожжение ваши и жертвы ваши и десятины ваши слово знакомое да и возношение рук ваших и обеты ваши и добровольное приношение ваши и первенцев крупного скота вашего и мелкого скота вашего и ешьте та перед господом богом ваших и веселитесь вы и семейство ваши о том что дело с вашими руками чем благословил тебя господь бог твой там вы не должны делать всего как мы теперь здесь сделаем каждый что ему кажется правильно понятно что-то они должны были есть но когда перейдете иердан веселитесь на земле которую господь вас дает вам и удел когда он успокоит вас от всех ворвов ваших окружающих вас и будете жить безопасно тогда какое место изберет господь бог ваш чтобы пребывать имени его там туда приносите все что я заповедую вам всесожжение ваши жертвы ваши и дестины ваши возношения и рук ваших и все избранное по обедам вашим что вы обещали господу и веселитесь там перед богом вашим вы и сыны и дочери ваши и рабы ваши и рабы не ваши и левиты которые посреди жилищ ваших ибо им нет части удела с вами берегитесь приносить все сожжения твои на всяком месте которое ты увидишь но на том только месте которое сберет господь в одно из колен твоих приносить все сожжения твои делать все что заповедую тебе впрочем когда только пожелает душа твоя можешь заколать и есть по благословению господа бога твоего мясо которое он дал тебе во всех жилищах твоих нечистые нечистые могут есть и и как съемные так и оленя только крови не ешьте на землю не выливать ее как воду нельзя тебе есть в жилищах твоих десятины хлеба твоего вина твоего елей твоего первенства крупного скота твоего мелкого скота твоего всех обетов твоих которые ты обещал добровольных приношений твоих и возношений рук твоих но ешьте сия перед господом богом твоим на том месте которое сберет господь бог ты и сыны твои и раба твоя и левиты пришелец который в жилищах твоих и веселитесь перед богом твоим во всем что делал с руками твоими и смотри не оставляя левита во все дни который будет жить на земле твоей странные вещи да с одной стороны мы видим что это святыня десятины приношения первенцы да и они отданы кому священникам и левитам да там идет перечисление и священников и левитам но здесь когда мы читали 18 главу чисел мы видели о том что что-то принадлежит богу он заявляет свои права на это да и отдает это священникам и левитам и от этого должен питаться каждый чистый только в доме священник здесь же мы видим разрешение кушать это запрет кушать дома но разрешение кушать где ну в том месте который сберет бог и бог потом избрал это место назвал это место как юршалай так что доставалось тогда на самом деле священникам и левитам то что они не съели то что не съели левиты не несущие служение в храме и ребята которые с ними пришли второзаконе 14 глава с 22 стиха отделяй десятину от всего произведения семян твоих которые проходят с поля твоего каждого года и ешь перед господом богом твоим на том месте который сберет он чтобы прибывать имени его там десятину хлеба твоего вина твою и елея твоего и первенцев крупного скота твоего и мелкого скота твоего дабы ты научился бояться господа бога твоего все дни если же длина будет для тебя дорога так что ты не можешь нести сего потому что далеко от тебя то место которое сберет господь бог твой чтобы положить имя твое там господь благословил тебя то променяй это на серебро возьми в руку твою и приходи на место которое сберет бог твой и покупай на серебро все что пожелает душа твоя валу овец вина сикера все что пожелает потребует от тебя душа твоя ешь там перед господом богом твоим и веселись ты и семейство твое и левита которые в жилищах твоих не оставляй ибо ему нет части и удела с тобою странная картина правда странная картина в одном месте говорится о том что это принадлежит только одной категории населения в другом случае это принадлежит другой категории населения может быть речь идет о двух разных вещах или об одной и той же поэтому эта часть называется иерусалимская десятина этот принцип использовался в советской стране когда каждый месяц от вашей зарплаты отделялась часть и когда вы собирались в отпуск вам ваши же деньги в виде отпускных что давали здесь заложен тот же самый принцип отпускные или десятина на путешествие в иерусалим желание бога который мы можем увидеть здесь чтобы ты семейство твое все домочадцы твои могли совершить положенное путешествие в юрусалим и не столкнулись с ситуацией когда по нерадению хозяин дома не отложил деньги понятно может быть такое что я неправильно распоряжаюсь своими финансами я не отложил положенную сумму на путешествие в иерусалим ну понятно что путешествие в общем то это связано с определенными видами затраты мы тратим деньги и при этом мы не зарабатываем в это время у себя дома да мы уходим и там какие-то вопросы есть с хозяйством она не так интенсивно ведется как в нашем присутствии и нас там нету поэтому в общем то есть существуют определенные расходы на путешествие которые мы несем эти расходы больше чем мы бы потребляли дома согласны так и существует возможность того что человек ведущий хозяйство может неправильно рассчитать свои силы и не отложить необходимые суммы на путешествие бывало вас такое в жизни вы собираетесь куда-то поехать а необходимой суммы у вас нет и тогда ну тот человек который за все это отвечал извиняется перед своими домочадцами перед собой и говорит послушайте извините но денег нету и мы никуда соответственно не едем почему потому что деньги йог для того чтобы такой ситуации не было и у хозяин дома не мог этого сказать своим домочадцам бог говорит послушай ты должен отделять десятую часть для того чтобы ты и твое семейство и левит который несет служение в храме или нет который в жилищах твоих который живет рядом с тобой должен и смог пойти с тобой и ушла на положенные праздники три раза в году и так на кого расходовалась трая десятина на меня моих домочадцев и левитов не несущих служение храме расходовалась она ни в коем случае не дома а только на путешествие в иерусалим и там мы должны пить веселиться перед лицом творца все мы все наше семейство должны были проводить время там и радоваться перед его лицом это желание кого и он побеспокоился о том чтобы у нас было соответствующее количество денег на подобное путешествие аллилуйя третий десятина для десятина которая названа они масса р они десятина для бедных или третий десятина второзакония 14 глава я продолжаю ее читать 20 восьмого стиха по процессу и же трех лет отделяй все десятины произведений твоих в тот год и кладись ее в жилищах твоих и пусть придет левит ибо им нет части уделать с тобой и пришелец и сирота и вдова которые находятся в жилищах твоих и пусть едят и насыщается дабы благословил тебя господь бог твой во всяком деле рук твоих которые ты будешь делать итак мы видим еще одну часть которая названа как десятина но мы видим что надо опять что-то делать то чего в общем-то нельзя было делать с предыдущими десятинами первая десятина она принадлежала богу и бог говорит послушай ты должен ее отдать левию или левиту да вторая десятина ты должен был ее взять там если длина дорога даже променять ее на серебро прийти в иерусалим да есть петь гулять и веселиться ты и или вид который живет в жилищах твои который рядом с тобой не тот который в храме получил первую десятину за храмовое служение а тот который живет рядом с тобой нечто другое но здесь мы видим еще один момент вторую десятину можно было есть дома нет а здесь говорится слушай возьми десятину и ну ты должен ее отдать левиту который живет рядом с тобой но уже дома у тебя уже никто никуда не идет уже все сидят на месте да если с первую надо было отнести отдать там вторую надо было взять прийти тоже там съесть то здесь никто никуда не идет здесь все здесь тут же дома у тебя все едят понятно второзаконие 26 глава двенадцатого стиха когда ты отделишь все десятины произведений земли в твоей третий год год десяти и отдашь левиту пришельцу и сироте и вдове чтобы они ели в жилищах твоих и насыщались тогда скажи перед господом богом твоим я отобрал дом его святыню отдал ее левиту пришельцу сироте вдове по всем повелениям твоим которые ты заповедовал мне и я не приступил заповедей твоих и не забыл я не ел от нее в печали моей и не отделял в нечистоте и не давал из нее для мертвого я повиновался глазу господа бога моего исполнил все повеления твои и призви святого жилища с ним есть благослови народ твой израиля землю которую ты дал нам так как ты клялся отцам нашим дать нам землю которую течет молоко и мед опять да страна штука десятина естся где дома и предназначена на для левита появляется новая категория сирота вдова пришелец понятно да здесь говорится об очень интересной части часть второй десятины принадлежала левиту часть принадлежала мне и и моей семье да а часть вот это принадлежала левиту неизвестно какая часть неизвестно какая часть но очевидно это человек должен совершать был со мной путешествие как вы думаете он должен был спать там где я сплю есть там где я ем и это были чьи расходы мои или его и соответственно он питался там где я питаюсь спал там где я сплю он чувствовал себя членом моей семьи и имел то же самое что имею я и моя семья это не было какая-то часть которая дал сказал ну ты давай иди иди все вот это твое а я тут сам пошел нет он шел вместе со мной и это путешествие он совершал вместе со мной уничижала ли его мое отношение унижала ли мой подход его к этому или он был равноправным членом моей семьи понятно бог никогда никого не унижает тем более тех людей которых он призвал на служение здесь мы видим десятину третью которая распределена тоже каким-то непонятным образом в части этой десятины вошли опять-таки не несущие служение храме а живущие со мной часть десятины принадлежит вдове и пришельцами и пришельцами сироте и пришельцами слабо обеспеченные слои населения мы дальше не будем подробнее говорить о слабо обеспеченных слоях населения но пока мы можем сказать это слабо обеспеченные слои населения вдова сирота и пришельц и левиты которые находятся в жилищах наших они имели право есть где они это ели у меня дома это не значит что он пришел ко мне на порог я сказал что тебе кусок хлеба хорошо жди здесь никуда не заходи я сейчас тебе вынесу не узнаете никаких картин когда какой-нибудь человек стучит на дверь и послушайте дайте мне кусок хлеба мы его в дом пускаем чаще всего но в дом не пускаем мы закрываем дверь и говорим подожди где мы его не пускаем сюда на это есть причины не сомневаюсь но как мы относимся к этому человеку чужой человек да нельзя а он не такой же как я он остался там я пошел куда-то взял что-то вспоминаем взял то что мне не жалко отобрал посмотрел пришел приоткрыл дверь ему туда в щелочку просунул дверь быстро закрыл техника уже дальше будет отрабатываться нашего духовного возрастания понятно да то здесь пишется что-то другое для нас тут пишется что-то другое для нас пишется о том чтобы он ел это где ты должен положить у себя дома но когда он приходит он приходит за чужим вот тот человек который пришел он пришел за своим я его не знаю я не знаю кто это что это какие у него вопросы какие проблемы я знаю про его жизнь что-нибудь он пришел в дом ко мне зачем за божьим пришел за моим послушайте этот человек просит пришел милостыню милостыню то что принадлежит мне и по моей милости если я ее имею я могу ему ее дать а могу ее не дать он зависит от кого от меня от моего желания от моей прихоти от моего настроения от того какое первое впечатление произвел на меня поверил я его жалостному лицу и одежде или не поверил он полностью находится в чьей власти моей и то что я ему даю оно моё и он пришел сюда за моим это наша ментальность это наш подход когда мы видим нищего на улице мы засовываем руку в карман и мы даем ему что его или моё моё даю я сколько-то какой-то процент или то что я посчитал нужным дать ему то чего мне не жалко лишиться до когда я пошел холодильник я отобрал лучший кусок мяса лучший кусок колбасы или отобрал то чего мне не жалко лишиться как мы подходим к этому я как-то странно рассказываю нет мы так думаем мы нормально мы так думаем но здесь говорится о чем-то другом он приходит ко мне в дом затем что бог сказал мне отложить для кого это чьё его ага он не за моим пришел разница она уже не моё бог повелел мне положить вот это вот для того кто за этим придет и послезавтра придет третий четвертый но тут есть некоторые детали на которые вы не обратили внимание у нас есть вопросы связаны с нашим восприятием мира слушай а если они узнают что мы тут им будем давать так они сюда толпами ходить будут брат ты чему это нас учишь завтра все придут со всего города к нам ко мне за своим ого мы так мы тут уже там самим есть нечего пускай идут отсюда что это а вы хорошо читали время каждый третий год да тут вопрос не в этом это наше специфическое восприятие того что здесь написано можно мы почитаем спасибо и пусть придет левит ибо нет части у дела с тобой и пришелец и сирота и вдова а дальше что написано это это четырнадцатая глава последний стих это написано да а у меня написано который находится в жилище это не всякий приходящий упс тех кого я знаю пусть придет тот кого я знаю это не все кто захотел ко мне прийти в дом я думаю что ты брат мой дорогой с течением времени поймешь что лучше кормить было бы всех когда познакомишься с ответственностью которую бог возложил на тебя я бы не спешил есть некая ответственность которую бог возлагает на нас а это ответственность быть судьей чужой нужды серьезная штука дальше мы чуть-чуть познакомимся с этим поэтому я бы не торопился итак здесь описаны определенная категория населения но и написано что они в общем-то живут рядом с нами а следовательно мы знаем их свидетельство мы знаем их и поэтому бог заботится о них потому что они являются частью его народа потому что это те люди которые исполняют закон божий а следовательно закон божий и защищает и обеспечивает их если они не исполняют закон божий бог беспокоиться о них он печется о них каким-то образом но он эту ответственность не возложил на меня есть определенная ответственность которую бог возложил на меня и он говорит что вы должны прежде всего бы спокойно своих по вере это ответственность было спокойно если вы бы успокоились о всех своих по вере тогда пожалуйста можете беспокоиться всех остальных но если у вас есть свои поверья которые нуждаются извините сначала справитесь с этой ответственностью а потом место вически ко всем остальным понятно порядок тут ясно и так бог говорит послушай что-то ты должен оставить для него у себя зачем он может прийти тебе и ты можешь это дать ему за твоим столом не в дверях рядом с тобой пусть садится и ест за твоим столом тогда это не унижает человека тогда это не унижает человека но если ты дашь ему его часть на пороге есть вопросы с тем как ты относишься к тому что повелел тебе господь понятно понятно есть определенное обетование которые там даны при исполнении этих заповедей но обетование за исполнение первой десятины я кстати не нашел поищите может вам удастся а я шо истинно в последней инстанции поищите вторая и третья тоже есть отличие отличие вторая и третья в общем-то тоже своеобразный но величина его определена но заметьте очень интересные вещи во второй десяти не встречается левит не несущий служение в храме вот в этой десяти не встречается левит не несущий служение в храме дальше мы не встретим больше левитов не несущих служением храме потому что они дальше не попали в обеспечение которое принадлежало слабо обеспеченным слоям населения почему да потому что левит не должен был попасть в эту категорию во всех остальных случаях предусматривалось обеспечение для слабо обеспеченных слоев населения и это обеспечение предусматривало определенный труд кроме цдаки и части 3 десятина все остальное обеспечение предусматривало труд левита там вы не встретите его часть обеспечение не предусматривало его физического труда потому что его служение было очерчено и понятно да и он был достоин вот этих частей за свой труд а а вот эти ребята в цдаке не говорится об их труде в части 3 десятины не говорится об их труде все остальное обеспечение было связано с физическим трудом часть цдаки мы будем говорить и часть 3 десятины не унижала было справедливостью все остальное тоже не унижала потому что они трудились здесь понятно более или менее итак мы разобрались с блоком который называется обеспечение служителей несущих служения в храме и не несущих служения храме понятно очень любопытная часть была относительно исповедания предусматриваемых законом 26 глава не второзакония когда ты придешь в землю которую господь бог твой дает тебе в удел и овладеешь ею и поселишься на ней то возьми начатка всех плодов земли которые ты получишь от земли твоей которых господь бог твой дает тебе и положи в корзину и пойди на место и которое изберет дух господь бог твой чтобы прибывать там имени его и придя к священнику который будет в те дни скажи ему очень интересная вещь что начинает говорить человек придя к священнику такой практике я еще не слышал сегодняшние дни но практика весьма любопытная это было не часто но было и человек должен был что-то исповедовать когда он приносил что-то богу сегодня исповедую перед господом богом твоим что я вошел в эту землю которую господь клялся отцам нашим дать нам священник возьмет корзину из руки твоей и поставит ее перед жертвенником господа бога твоего ты же отвечай и скажи перед господом богом твоим отец мой был странствующим арамьянин и пришел в египет и поселился там с немногими людьми и произошел там от него народ великий сильный многочисленный но египтяне худо поступали с нами и притесняли нас и налагали на нас тяжкие работы и возопили мы господу богу отцов наших и услышал господь вопль наш и увидел бедствия наши труды наши и гнетения наши и вывел нас господь из египта рукой сильные и мышцы простертую великим ужасом знамени и чудесами и привел нас на место сие и дал нам землю сию землю в которой течет молоко и мед и так вот я принес от начатки плодов которую ты господи дал мне и поставь это перед господом богом твоим и поклонись перед господом богом твоим и веселись во всех благах господь бог дал тебе и дома твоему и ты и левит и пришелец который будет у тебя когда ты отделишь все десятины произведений земли твой в третий год год дистине отдашь ли виду пришельцу сироте вдове чтобы они жили кто жилищем твоих насыщались тогда скажи перед господом богом твоим я отобрал от дома моего святыню отдал ей ли виду пришельцу сироте вдове по всем повелением твоим которое ты заповедовал мне я не приступил заповеди твоих и не забыл и я не ел от нее печали моей не деля ла я мне чистоте не давал из нее для мертвого я повиновался глазу господа бога моего исполнял все чтобы ты заповедовал мне. И произвели из святого жилища с небес, благослови народ твой Израиля и землю, которую ты дал, так как ты и клялся отцам нашим дать нам землю, в которой течет молоко и мед. Интересно, исповедание того, что я все время повиновался Богу. Интересно? Когда ты приходишь перед жертвенником, ты говоришь, послушай, у меня не только сейчас все нормально перед тобой, но и дома у меня все было хорошо с тобой. Я все время. Я не только придя раз в неделю, одевая хорошее лицо и прилично себя веду, но я все время хожу перед тобой. Всегда ли мы можем сказать так, ну, можно вести такую практику в общине, не знаю, чтобы люди делали такое исповедание. Ну, не часто, хотя бы раз в месяц. ты вспоминаешь все, что... Интересная мысль, да? Ну, опять, тут надо подумать, взвесить, чтобы люди просто под проклятие себя не загоняли, говоря неправду. Зачем это надо? Что некоторые захотят, в общем-то, говорить эти слова, а не совсем оно будет соответствовать действительности. Зачем это надо? Я сказал то, что я вижу, и то, что мне показалось интересным. Это налагает некую ответственность над человеком, если он знает, что ему придется говорить о себе некоторые вещи перед Богом. Представляете себе, да? Если ему придется регулярно перед священником, перед Богом говорить нечто о своей жизни. Говорит, ну, если это так, то ты же благослови меня. А если нет, то... Интересно, да? Все как-то задумались. Итак, понятно, что блок обеспечения служителей мы заканчиваем. Этот блок был достаточно объемный. И я хотел просто как бы так достаточно скользко и быстро обойти его и показать, что он не сводился только к части первой левицкой десятины. Потому что почему-то в наших умах на сегодняшний день все обеспечение священодействующих во времена Ветхого Завета в храме сводится почему-то в нашей голове к десятины. Мы забываем все лучшее из вина, еле, хлеба. Мы забываем первенцев, мы забываем все обещанное, посвященное, части жертв. Да? Мы забываем. И почему-то у нас в голове остается только первая десятина. Мы даже забываем про часть второй десятины, про часть третьей десятины. Оно куда-то у нас испаряется. И мы все это сводим вот к этой маленькой узкой полоске. Чтобы мы себе правильно представляли, только часть десятин составляла чуть меньше трех. Два и семь. Порядка от дохода еврея. Понятно? первая десятина 10%, вторая десятина 10% от 91, и третья десятина 10% от 90, от 81, 10% 8,1, деленное на 3, раз в 3 года, соответственно. получается это чуть меньше 22%. Ну конечно. Ну конечно. Не, есть другая математика, никаких проблем нету, пожалуйста, развлекайтесь как хотите, но в общем-то традиция говорит так, минус 10% остается 90, от 90, минус 10% остается 81, от 81, 10% это 8,1 разделить на 3. Ну если это вы все сложите, получится чуть меньше чем 22. Понятно? К обеспечению неимущих мы вернемся после перерыва.